Ну опять приехал Санька до нас из Мишаньки на газели по поросят Саня ты уже четвертый раз в этом году да вот Саня четвертый раз в этом году самый рекордный покупатель Миша поздоровайся с людьми всем привет я думал Саньки пару тюкев привозишь Хватит еще раз да хватит с головой ничего себе сколько ты сюда Боря иди на давай бьем домой давай сюда я так буду а ты что она полная газелька да слабенькая просто газелька Санька ну зафиги я бабку отдам так а ты ты ее берешь у нас Сергей Сергеевич аж мажор а как я казал что Сергей Сергеевич серьезно летит он еще и мажор скажет а я кабачика я скажу Света да встань салами пусто каштан не ма каштан том лет не да я думаю покажу уже как мало я все делаю да 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 это давно уже обычно ты знаешь вечером нельзя так это видеть просто под вечерем а потом уже наблюдать так под вечерем ты знаешь я так целый час его еще дивишь да здорово стюкать чтобы мне неудобно ты тоже это выстрелся ты не здорово я когда взял раз веревку распустил так после двору тебя стало ты знаешь что ты знаешь не что ты Маленький выкинул А шабырчиха одна прохолостыла, да? Да Да я и думал бы иначе Если сосков идти крат, то мне там поняли А то покрыл, думаю, костана заберут Покрыл, а она уже глаза гола прочла, развервалась Думаю, понятно все, не буду голову морочить Молоденький есть Не, молодежь есть, да, еще же я попрял так Они подрастут, да, их покрыли Кто-то придотачивается там Покрыл Утюшись, копненько, хорошо А, сейчас трошка Будет помолиться Ну а на, это у Ну, наличний Нам хорошо было ехать Трошка предложили, но при гадании Да А это туда, да Вот, вот А вы прямо сюда в гадарь, да? А, уже, уже А, уже, уже Это великое, я все Трошка предложила Ну, да Сигнализацию поставили, да? А солому туда Да, туда А ну, винник дай Винник дать? Есть Нет Не бачим Повысь здесь Есть 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 Так, чтобы Ванная заяц Так, чтобы Ванная заяц Так, Да, прикрутим Даже Крупным, прикрутим Возом Не надо Вам сейчас Сейчас О Уп Ага Мишань, а что я мне Нарезаю? Не знаю Не могу Знать А, нормально Там встанет Да я так пылкой торцанул Ну, это понятно Сыны Сыны Стык, друзья Всех выводки Осталось сейчас 11 штук И они их заберут Соби пополам Змешань На двоих Свиноматки У них Подрастают Пока Своих Нема Свиноматок И берут на откормку Кабанчик И Пару Свинок На свиноматок А кто свиноматок хочет? Ты Миша Нет Я на откормку Двух на свиноматах Сергей Сергеевич Аааа Так вы ему Да Уважаемому человеку Ну Хват Да Хват От скидка Скидка Получилось Соломы Ну, нам Соломы Зандеем Копчение Туши Полутуш Хвата Сейчас Покажу вам Поросят И сегодня проезжали Тоже забирали поросят И И перед этим проезжали Но я не показывал Там по пару штук Вот что осталось Я их всех в кучу согнал И сейчас будем их Выгружать И эти С этой клетки я туда перекинул Что осталось и с этой Они все одинаковые Кто даже проезжал и не выбирал Там кому на свиномат Убрал свина Кому на откорм Убрал кабанчиков Вот так Я отсюда тоже позабирал Сегодня Надо все Полностью все убрать Продезинфицировать опять клетки И сейчас на следующий В конце следующей На неделе буду делать отъем И Опять Затаривать сюда Там по-моему Одна партия заказана Тех что сейчас буду делать отъем Человек с Италии заказывал А Все последующие Опоросы уже себе на откорм А так Санька В прошлый раз привозил Яйца перепелини Так что у нас яйца Мы до топор Хватаем Ого Вот так быстро Сколокозовый ящичек А, не вылезет монетую Это нормально Да, нормально Ну что, пошли поросад Поднимемся Если что, потом тележку возьмем Да? Да, на забавку Мы сейчас быстренько закрепим Теперь двете девушку надо заливать Дорогу Да, я уже думал Да, или больше колеса поставить Миш Бо вдруг сейчас снега Так, тишу Ну, основная масса кабанчика Сань Есть свинка Сергей Сергеевичу Свинка есть Ну, покрытый Один волосатый Кантур покрытый Дюрком Тут Санька Вчера вечером я обнаружил Один поросенок из рыжих Понял? Начал поносить Я вчера его проколов Так что если я обнаружу Там один этот Не переживай Він проколотый И не перекармливай Не перекармливай Сразу не давай им Уволю По чуть-чуть я насыпаю Так, чтобы они не этот Так, ну что Будем загружаться Та давай Та же Сэйк положено Сэйк положено Тише поворачивается То сзади О, а так Да, а так Санька Там ножка Нажимай Я уже понял Для какого Да О, о, о Оп Харе Ну что Залазать Ну давай Примешать За ногой ловы Я буду снимать И туда просто И туда просто Ай И С их пидряк Да Да. Чуть со всех. У всех, да. Ага, а что мало? И так же Санька, вот так потихоньку выезжает. Я там на аллейке разворачиваюсь. Понял. Вот так, друзья, вот новый человек с тачкой. Уже злый, как всю жизнь, да. Он засунул до головы. А, они бились, я как всю спину понял, да. И они бились как за ухо друг с двой. А сейчас перемешаются за мусор. Глебные лепестки. А что он? Продолжение следует... 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 туда вот все, видите, а вы переживали, сколько свиномоста в станку она перед опоросом загнала в станок, откормила поросят 30 дней и мы ее покрыли в станку и теперь она будет вот так, может месяц, может два может даже и три так, а там, какать возле колечки все, конечно ей хорошо, она вырвалась на свободе а дальше, получается, каштан у нас, уберем каштана со станка но мне для моих свиноматок, вот допустим рыжка, ей надо станки большие то есть вот такой станок не надо, вот у меня их два где у меня анфиса и где у меня киевлянка, это большие станки длинные вот мы сюда посадим рыжку, киевлянку уберем, поменяем с рыжкой потом уберем анфису, когда она там, дай бог, подкормит поросят посадим сюда машку больших и вот таким методом, методом поменяния мест кому к капоросу ближе сюда, то покрытый на вольный угол туда поэтому не переживайте, они откормили поросят вот так, вот так, вот уж радая такая, прыгает, скакает покажи, покажи прыгает, скакает, а ну конечно станку поспорять крикушки, вот так приклеиваем но не бачили, где-то носите так, сейчас поймем рада, рада, прыгала скака, да вот так, вот так, вот так, вот так я считаю в станку стоять, ну есть, что в станку стоять постоянно круги, вот ну это немного и бред, она должна расходиться, разбегаться а уже ближе к капоросу, загоним ее опять в станок и будет нормально свиноватка она откормила своих поросят все хорошо, претензий к ней нету молодец, имя крыхливое рада, рада, бега, бега все, еду тут еда, тут раздоля клетки большие, 2 на 3 метра каждая клетка поэтому поэтому вот так поэтому вот так вот тут у нас у рыжки получается гуля гуля, мы уже и прорезали или что, стекали вот уже, вот видите, вот эти руки хватает вот гуля ну она, вот не на рыбу она как типа 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 жировика вот такое что-то вот мы не знаем, что с ним делать типа жировика а эта кричит сразу так что, друзья такие у нас дела сейчас мы ожидаем поположные писты все, этот станок этот станок стоит свободно у меня все одинаковые станки у меня все одинаковые оцинкованные и покрашены краска не с вазы станками больше чем доволен удобно комфортно тем более так методом попросилось на свободу потом свобода опять сюда и мне хорошо и хорошо эфочек будем покрывать уже где-то в ноябре я думаю и таким образом он так гуляет и таким образом вот так и живем так что, друзья такие дела еще раз повторю кому надо будет у кого будет заказывать поросят от 8 штук и выше берите предоплату потому что интернет такая штука он лежит на диване что-то ему там в голову ударило заказал вы месяц переживаете за него держите ему тех поросят а в итоге потом ему с напарником надо поговорить и трубки уже не подымает ну я не знаю может оно так и есть в жизни но я как бы не привык до такого если заказ ну не получается заранее там то так и так не получается ну это ж такое дело сам знаю что сегодня есть день завтра а морозится ну это вот это фухлометы я по работе их знаю у меня я больше десяти лет на стройке у меня по десять по пятнадцать человек работало я знаю что это такое это вот такие есть люди поэтому будьте аккуратны к этому типа мошенников и я как бы не за себя запереживал что я там не продам я знал что я продам я после того Саню набрал а Саня заказывал я ему тоже отказал я говорю Саня так и так он говорит ну сейчас я перезвоню прикинем сколько нам надо и вот он заказал одиннадцать штук говорит заберу я просто думаю как человек которого допустим нету сколько покупателя на порой сад держит держит и вот так потом звонит и все ну это ж полный бред а и пишет а что у вас там за порода гибрид на базаре там баба манят я расскажу а там бред по семьсот гривен там можно и по шестьсот взять есть деятели по шестьсот по семьсот гривен заберу десять штук типа мы уже насколько бедно то что готовы отдать по пятьсот гривен поросят то есть пускай едут на базар покупать я вам скажу какие они купят на базаре поросят по пятьсот гривен пойдемте покажу кто остался до конца видео покажу пошли кому там надо по пятьсот гривен кто хочет сильно дешевых поросят сейчас в больничку тут осталось уже выживших только два вон они по пятьсот гривен на базаре берем покупаем они переболели не растут и со всего выводка с десяти штук осталось только два и то неизвестно что будет дальше о видите это самые крепкие получаются выжившие я ими предстарт туда насыпаю и водичка все свежее ну роста нет поросят роста нет роста нет вот кому надо кто там любит по пятьсот по семьсот гривен поросят заказывайте записывайтесь по предоплате то такие умные есть и вообще я вам скажу youtube открыл мне глаза вот спасибо что канал youtube именно открыл глаза мне на людей я как-то думал все намного проще а оказывается нет поэтому ну вот так спасибо каналу youtube открыл мне глаза что насколько есть люди разные есть просто завистливый человек и прям откровенно завидует и не скрывает этого есть фуфлометы есть типа аля серьезный человек короче это перечислять полдня так что вот так друзья не я вам говорю кто заказывает по предоплате отдал предоплату а потом что-то у него не получилось до свидоса потому что цените свой труд немного цените и не отдавайте за копейки хороших поросят вот 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 у меня солома теперь есть и будем кормить будем кормить и убирать вот эти вот клетки готовить к следу ну это аж через неделю я сюда кину тех поросят кантуров и то они у меня заказаны вот сюда их в одиночку тут у меня одна поделочка хорошая с канистрой а там воду уберу поубираю продезинфицирую и все дезинфицирую я просто помыл вымыл подмел можно насыпать извести негашёный и опять вымести вот так кто спросит а ты подкислитель порося там или там кому даешь никогда не пользовался подкислитель и не даю а дезинфектор пару раз дезинфицировал когда мне знакомый дал мешок или два просто так и поэтому я дезинфицировал потому что вдали просто так а покупать дезинфицировать не все всем пока а мне надо тут заниматься всем счастливо спасибо спасибо и